Всем привет, ребят! Едем на Манхейм, Порт Латтердейл, штат Флорида. Едем делать обзоры по электромашинам и по автомобилям, которые выгодно отправлять в Российскую Федерацию. Это машины с маленьким объемом двигателя. Здесь проходят торги, вот видите, красные ковровые дорожки. Здесь за стойками сидят люди, которые торгуют свои машины. Вот сюда вот в эти ворота машины заезжают. И вот сейчас выходим как раз непрогрессивно на торговую площадку. Вот наша первая машинка. Вот такой вот электрический BMW. Они бывают чисто электрические. Вот видите, какая. И они бывают гибридные, с небольшим бензобаком, где-то рассчитанным около 70-90 километров. Вот вы видите, такой автомобиль BMW, очень симпатичный. Здесь отверстие под зарядку электронную, и с другой стороны есть бензобак. Вот вам бензобак. Отличный гибридный вариант, то есть вы едете на электрическом двигателе, как у вас заканчивается батарея, вы можете подключить, или автоматический автомобиль подключает бензиновый двигатель. Да, здесь у нас, видите, ребята, у нас такой достаточно вместительный салон для такой маленькой машинки. Отличный вариант как раз-таки для того, чтобы привезти и растаможить машину в Российскую Федерацию. Это будет достаточно дешево. Видите, выполнен он из современных материалов. Вот, и сам по себе дизайн у неё очень интересный. Двери открываются у неё. Вот, видите, распахивает. Вот, ребята, ещё один лот. Роллс-Ройс. Один из наших в последнее время полюбившихся автомобилей, которые не вылазят у нас из нашего СКО. Одну машину мы собрали, полностью перебрали, сделали двигатель, поменяли, всё поменяли. Но вот из двух машин сделали один Роллс-Ройс, очень симпатичный. Чуть попозже вы сами увидите обзор по этой машине. Это Chevrolet Silverado. Вот такой вот монстр на грязевых тапках. Клиент его хочет забрать в Украину. Попросил его приехать проверить. Ну вот, вот вы видите, есть небольшие погрешности по салону. Вот видите, какой у неё руль. Весь затёртый, порванный сиденье, вот такое вот разорванное. Мы клиенту полностью предоставим всю информацию, а дальше уже пусть он сам решает и думает, как ему быть. Вот, ребят, вот такой вот Mercedes 43 AMG. Есть у нас заказчик, который хочет приобрести такой автомобиль в Киев. Состояние у него сумасшедшее. Хорошо подготовлены к продаже. Весь начищенный, надраенный. Вот такой вот симпатичный салон у него. Сейчас, к сожалению, очень много автомобилей на Манхэйме, у которых нет ключей. Потому что очень часто стали воровать ключи, перепродавать. Поэтому все ключи прячутся в такую коробочку. Вот видите. И нужно обращаться в офис для того, чтобы человек специально обученный пришёл и достал вам ключи, чтобы вы при нём машину завели, проверили и ничего из неё лишнего не утащили. Здесь построили вот такую гостиницу. Здесь находится Hard Rock Hotel, Hard Rock Casino, вот, которая принадлежит индейцам. Они не платят никакие налоги. Ещё одна машинка, которую тоже нам надо проверить. Также нет ключей у неё. Вот, но это совершенно новый автомобиль. Такой вот симпатичный Chevrolet Silverado. Но это уже автомобиль 19-го года. Вот, его будем отправлять в Россию. То есть эта машина пойдёт через Абхазию. Затем она поедет в Тюмень. Вот видите, мне как всегда везёт. Как только я приезжаю делать обзоры на аукцион, так обязательно должен ливануть дождик. Хотя говорят, это хорошая примета. Chevrolet Malibu с новым экономичным мотором полтора литра. Вот, эту машину продаёт компания Enterprise. Вот, есть повреждения дверей вот таких вот, но мы уже заказали новую дверь. Вот, в принципе, ничего такого страшного. Машина 20-го года. Пробег у неё 4000 миль. Вот, очень выгодно. С таким вот объёмом мотора полтора литра. Вот, эта растаможка у неё будет в районе 4500 долларов. Так что, ребят, всем, кому интересно, пишите нам директ. Отправляйте имейлы, будем считать, рассматривать. Порт Мустанг с объёмом 2,3. Кабриолет. Вот, ребята заказали у нас такой Мустанг на Сочи. Вот, тоже будет отправляться через Абхазию. Ключей нет, к сожалению. Ребята хотят купить именно кабриолет с объёмом 2,3. То есть, где-то плюс-минус такая машина будет стоить в России где-то в районе 2-2 миллиона 200. Уже растаможенная, под ключ. Форд Раптор F-150 Вот, он такой, достаточно простой комплектации, 40 тысяч миль пробег у него. Вот, тоже есть желающие его приобрести, поэтому сегодня мы его проверим. Конфетка в подарок. Видите, карамелька, долгоиграющая. Это как раз непосредственно аукцион. Где-то каждую неделю здесь продают около наверное, 2 тысяч машин. Машины, видите, все пронумерованы. Вот, видите, 10-26. Это значит, 10-я линия, 26-я машина. 11-я линия. Вот, сегодня предпродажный день. Сегодня машины проходят проверки. Вот так это всё выглядит изнутри. Шевролет с Тингрей. Очень много спрашивают именно за этот автомобиль. Это автомобиль 18-го года. В апреле выйдет уже совершенно новая машина, новая модель. Совершенно с другим кузовом. Она будет выглядеть просто сумасшедше. Вот, сейчас уже люди делают заявки, оставляют на эти новые автомобили. Так что по временному кузову можно всё это дело примести и спокойненько ездить. Вот такой вот Dodge Charger Hemi. Челик Hemi 19-й год. Он как раз таки, видите, стоит рядом с нашей машинкой, которую мы приехали смотреть. Вот, это BMW. У нас есть заказ на BMW i3. Это как раз таки гибридная машина тоже. Вот видите, вот такой вот вариант. Вот такая вот красавица. Сделано всё из экологически чистого материала. вот перерабатываемый. Видите? Вот, ребят, взяли такую машинку. ламборгини Урус. Вот такая вот красавица в полном фарше. 19-й год. Вот, либо будем продавать, либо будем аренду сдавать, ещё пока не решили до конца. Взяли немножко битый, отремонтировали. Вот видите, какой красавица. Заклеили плёнкой его. Как вам такая машинка? Редактор субтитров Корректор Корректор А. Корректор Reed Продолжение следует...